Добрый день, друзья! Сегодня хочу поделиться рецептом одного из самых любимых моих сезонных салатов. Это теплый салат с баклажанами. Пусть вас не пугает такое обилие ингредиентов на видео, готовится салат буквально 10 минут. Вам понадобится 1 средний баклажан, приблизительно 300 грамм. 100 грамм помидоров, у меня небольшие черри-сливки, но подойдут любые. 1 средняя луковица, у меня небольшой молодой лук, поэтому 3 штучки, приблизительно 50 грамм. Пол пачки сыра фета, это 100-120 грамм. Любая зелень, я буду использовать петрушку. Кунжут, соль, перец, растительное масло для обжарки. Столовая ложка крахмала или муки для панировки. И заправка. Для нее нам понадобится 1-2 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка соевого соуса, чайная ложка яблочного уксуса, 1-2 зубчика чеснока и французская горчица в зернах, 1 чайная ложка. Из этого количества ингредиентов получаются 2 порции салата. В первую очередь необходимо удалить горечь из баклажана, очищать его не нужно. Нарезаем крупными кусками произвольной формы, засыпаем солью и оставляем в покое минут на 10-15. Чтобы не терять попусту время, пока баклажан избавляется от горечи, приготовим заправку. На это количество салата нам необходимо смешать 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайную ложку яблочного или рисового уксуса, 2 чайные ложки соевого соуса и неполную чайную ложку французской горчицы в зернах. Полученный соус через пресс выдавливаем в чеснок, перемешиваем и оставляем постоять, чтобы все ингредиенты объединили свои ароматы, подружились между собой, пока будем готовить салат. Баклажаны промываем от горечи и лишней соли и обязательно обсушиваем, удаляя влагу с помощью тканевой или бумажной салфетки. Кольцами или полукольцами измельчаем лук, к баклажанам отправляем муку или крахмал и хорошенько перемешиваем, чтобы они оказались полностью панированные. Приступаем к приготовлению теплой основы. На разогретом растительном масле обжариваем баклажаны. Желательно разместить их в один слой и переворачивать так, чтобы они обжарились до золотистой корочки со всех сторон. Когда баклажаны уже практически готовы, отправляем к ним лук. Лук нам не нужно хорошо обжаривать, достаточно, чтобы он стал мягким и параллельно с этим тоже отдал свою горечь. Лук становится мягким и сладким. В конце перчим и теплая основа для салата готова. Прикладываем ее в посуду, в которой будем смешивать салат. К теплым баклажанам отправляем помидоры. Если у вас небольшие черри помидорки, разрезать достаточно пополам. Крупный помидор крошим крупными кусками. Рвем цельными листами петрушку и добавляем заправку. Все перемешиваем и салат практически готов. Тут есть два варианта подачи. Его можно оставить в таком виде настояться, напитаться ароматами, но тогда баклажаны остынут. Я больше люблю его в теплом виде. Уже сейчас можно его подавать. Фету нарезаю кубиками среднего размера. Сыр мы добавляем уже при подаче. В порционную тарелочку выкладываю половину салата. Сверху раскладываю половину порезанных кубиков сыра и посыпаю обжаренным кунжутом. Друзья, если вы случайно попали на мой канал, не забудьте подписаться, чтобы не потеряться. Видео на канале выходят регулярно, несколько раз в неделю. На нем вы найдете огромное количество блюд для праздников и на каждый день. Такой салат я очень часто готовлю в сезон баклажанов. А учитывая, что баклажаны сейчас есть круглый год, такой салат может стать и очень хорошей новинкой к праздничному столу. Если рецепт вам понравился, обязательно ставьте лайк. Не забывайте, всю пограммовку, как всегда, вы найдете внизу под этим видео. Всем приятного аппетита и до новых вкусных встреч!